С вами, я в солидарии с коллегами, хотелось бы добавить следующее. К сожалению, на протяжении всей истории постсоветской Армении провинциальность и крепливость преобладали в нашем общественно-политическом дискурсе над рациональностью, прагматизмом, пониманием экзистенциальных вызовов нашего общества. А ведь провинциальность и крепливость могут служить лишь клановости и отдельным социальным группам, но никак не общегосударственным и общенациональным интересам. На протяжении всей нашей постсоветской истории, к сожалению, постепенно из учебников истории и литературы шаг за часа шагом исчезли высказывания Хачатура Абувяна, о котором говорил коллега Манукьян, которые были хорошо знакомы каждому армянину со школьной скамьи. Однако сегодня это или неизвестно нашей молодежи, или воспринимается иногда в штыки. В штыки, которые, и это, естественно, подпитывается финансово определенными, ну не скроем, западными кругами. Там есть огромная финансовая подпитка. С другой стороны, хотелось бы вспомнить вот об образе стратегического союзника России, менее известной, к сожалению, нашему обществу, высказывания или мысли из переписки наших двух величайших умов Хуареса Туманяна и Абудика Исаакяна. Вот эпистолярное наследие иногда раскрывает изумительные страницы. Они обсуждают вопрос, образ стратегического союзника. После Октябрьской революции, после разгрома белого движения, естественно, ни Абудика Исаакяна, ни Хуарес Туманяна не были большими камнями. Им духовно был близок Николай Гумилев расстрелянный или Сергей Рахманинов, уехавший в эмиграцию. И даже им ближе были тот же Деники, Юденич, Колчак, нежели большевики. Они воспринимали большевиков как нечто чуждое, нечто опасное. Но по сравнению с такташней Великобританией, которая была главным победителем Первой мировой войны, они писали друг другу. Нам надо отвернуться от Англии, пишет один к другому, и идти вместе с Россией вне зависимости от того, какая там политическая власть. Именно армяно-российские отношения, они экзистенциальны и иногда без альтернативы, вне зависимости от политической конъюнктуры, как в Армении, так и в России. Нашему обществу не была представлена истинная позиция России и Франции в системе карабахского урегулирования. Безальтернативность плана Лаврова. Вот если бы нашему обществу спросили, поставили бы на референдум в 16-м году или же в 19-м году, что вы хотите, армянские матери, чтобы вот по периметру границы бывшего НКО пришли бы и стали российские войска, а мы бы уступили эти пять районов, как требовал план Лаврова, и идти на войну. Я не знаю, какие бы были последствия этого референдума, но этого же референдума не было, а со злобным скрежетом все здесь повторяли план Лаврова, план Лаврова и так далее. Сатарийские принципы. Я прекрасно понимаю, что это, в принципе, было консолидированное мнение всех трех сопредседателей низких групп группы ОБСЕ, то есть в том числе и консолидированное мнение Соединенных Штатов Америки, Франции и России. Но в нашем же обществе это со злобным скрежетом представлялось как план Лаврова. А сегодня реализация, имплементация пламы Лаврова может показаться нечто идеальным, нечто продуктом какой-то мечты, такой реальностью, о которой можно лишь мечтать. Вот имплементируя в политику слова Александра Сергеевича Пушкина, я из Евгения Анигарова, а счастье было так возможно. Дорогие друзья, я думаю, вот те, кто здесь остались, это действительно истинные друзья России, но это истинные патриоты Армении, потому что то, о чем мы сегодня говорим, это прагматично, это не только позитивно, но это прагматично. И, к сожалению, к большому сожалению, иногда и без альтернатив. Но это надо признать. И в завершение хотелось бы сказать следующее. История Северной Евразии, так как у нас Евразийский экстернный клуб, история Северной Евразии изобилует такими примерами многовекового, позитивного сотрудничества, взаимодополнения, взаимопомощи. Это касается и нас, и русских, и казахов, и других народов Северной Евразии, которые надо очень долго искать, и очень трудно найти в соответствующей эпохе истории Западной Европы. Вот столетиями Западной Европы шли войны между французами и немцами, французами и англичанами, англичанами и испанцами. Все воевали, все друг против друга, вот вековые войны, 30-летняя война, 7-летняя война и так далее, и так далее. А с другой стороны, и какое было отношение в Западной Европе к тем же евреям? И какое было отношение к евреям в Северной Евразии, в Дэшде-Кипчаке? Вот армянографичные, кипчако-язычные памятники, о которых мы часто, вот в ежедневном режиме общались мы с казахскими посольствами. Они говорят о теснейшем культурно-цивилизационном сотрудничестве между нашими народами. И туда вовлечены, кстати, и евреи. Вот мы приглашаем на нашу конференцию, которую проводим с казахскими друзьями и собратьями по Перу, также представители Израиля, потому что там культура крымчаков и караимов, да? И какое было к ним отношение в Западной Европе? Вот учитывая все это, я думаю, что все-таки есть право. Но когда вот говорит Айв Борисович Бабуханян, я думаю, что еще не окончательно здравый смысл в армянском обществе падений. Что мы можем еще вот думать макрокатегориями, что провинциальность основательно еще не победила вот макрокатегории. Спасибо за слово, спасибо всем нашим друзьям, собратьям по Перу, спасибо, что вы есть, дорогие друзья.